Могу картинки пока показать. Это у нас будут вот эти гаражные ворота. Внутри был пожар. Капитальный ремонт требуется. Стены каких-то царевских времен еще эти постройки все. То есть даже потолка по сути нет. Когда я там был на осмотре, там по центру куча мусора. Навалина. И видны просветы в крыше. То есть там с кровлей надо что-то делать. Эта площадь у нас 26 квадратных метров. Ну вот как-то так. То есть как под офисы, так и возможно под какой-то типа, как это называется, апартаменты. Тоже кто-то, может быть, будет рассматривать. А какой рынок примерно у нас за этот объект? Рыночная стоимость. Ну слушай, это уникальный объект, потому что отдельный вход, отдельно стоящие одноэтажные здания в центре Питера. Аналогов нет. Но примерно если ориентироваться, то я думаю, что около 3 миллионов он уйдет. Потому что, ну, по сути, по цене, не знаю, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну это круто, на самом деле. Ну все, тогда у нас до торгов остается меньше минуты. Давайте не подведите. Я желаю тебе удачи. Победите в торгах. Спасибо, Игорь Владимирович. Все, тогда я нахожусь рядом. Если что, я почти всегда на связи. Посылай мне лучи, энергию успеха. Спасибо, Игорь. Мы видим еще то, что у нас были отклоненные участники, 4 человека. Я посмотрел по протоколу участников. Вдвое из них неправильно заполнили документы, а двое из них не внесли за даток установленный срок. То есть мы так полагаем, что там, скорее всего, очень большое количество будет непрофессиональных игроков рынка. Потому что, скорее всего, все планируют до миллиона его забрать. Примерно такие у меня ожидания, но это мое личное. Посмотрим, как пойдет начало аукциона. Далее будем уже разрабатывать стратегию. Потому что объект уникальный, и ажиотаж к нему очень большой. Посмотрим, насколько будет быстро взлетать цена. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим, что у нас билеты там есть 34-32, которые торгуются. Но это не значит, что у нас 30 участников. То есть номер билета не равно количеству участников. Продолжение следует... 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 Мы поставили. Нас обогнали. Миллион семьсот двадцать восемь. Все тот же самый тридцать второй номер, который сначала начало аукциона активничает. Так. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 да сейчас просто на телефоне с принципалом разрабатывали другие стратегии как бы у человека есть деньги он хочет несколько объектов в этом году купить вот и рассматриваем там различные варианты либо по приватизации либо аренда с выкупом вот и собственно были в недоумении от того насколько поднялась цена уже на 3 миллиона стартовой цены но это просто какой-то неадекват соответственно он рассчитывал его под разные калькуляции под разные нужды и говорит что выше полутора миллионов рублей миллиона восемьсот край говорит вообще там уже как бы потеря денег получается с учетом то что там нужны капитальные затраты и в ремонт и в коммуникации договора на свет на электричество там на воду на канализацию вот это вот все уже невыгодно и то что ценник сейчас уже 3 миллиона семьсот это ну неадекват честно говоря но вот по сути мы видим что две заявки долбятся за него это кто из них самый баран мы узнаем в конце 32 и 22 соответственно вот они долбаются уже почти весь аукцион нет но если смотреть исходить из того что кто-то берет например для себя да то есть для своих нужд и целом ценник потом будет только расти с годами да но это опять-таки долгое капиталовложение нужно нужны дополнительные затраты ну юль да тут же у тебя получается как бы расход на не знаю коммуналка там есть нету какая-то может быть коммуналка в отдельно стоящем здании управляющей компании штамм нету ну налоги по сути да у тебя будут постоянные расходы даже если он для парковки денег его берет то это все равно очень длинная перспектива отбития денег ну прям заведомо выше рынка а у меня еще один такой вопрос земельный участок сюда входит или земельный участок в аренде общая долевая собственность двадцать шесть и семь квадратных метров они дебилы но не знаю если у них есть такие деньги то наверное не дебилы на это это помещение вот участок общей долевой собственности мы на самом деле юль заходим на это помещение двумя заявками от двух принципалов и у нас очень много людей которые интересовались мы думали что придется подключать учеников потому что просто телефоны взрывались и прямо на просмотры там толпы приходили то есть мы тут работаем только за подачу заявки вот у нас одна заявка был у нее потолок сколько там 800 тысяч рублей у нас был потолок до там миллиона восьмисот в принципе максимум вот примерно как то так я когда смотрю на ваши ценники питерские либо московские у меня немножечко глаз дергается потому что у нас какой-то такой гараж да стоил бы там в районе 600 тысяч это максимум то есть нас больше за него бы никто бы не дал когда вижу сумму по 4 миллиона мне немножечко странно а это центр города юль это там там рядом метро старый фонд вот все такое питерские дворики у нас тоже в центре такие же есть объекты я имею ввиду просто на закрыт ценники очень сильно отличаются ну да ну и у нас перегрет рынок потому что очень много тех кто раньше участвовал в аукционах в городских муниципальных аукционах и кто поднялся на них неплохо заработал и учат зарабатывать на том же самом опыте других людей именно на муниципалке в питере вот есть тот же самый варенцов который в свое время много зданий выкупил его ты в отеле превратил сдает ательер наш местный знаменитый экстравагантный дедушка ему там по моему 60 лет вот тем не менее и как бы он своих учеников говорит ребята вот берете покупаете там вот 500 тысяч рублей покупаете 500 тысяч рублей и продаете там за полтора миллиона рублей все профит вот и очень много людей на это на все покупаются но по сути можно работать от наверное от 3 миллионов рублей там уже существенно меньше конкуренция там уже нет такого ажиотажа вот от 10 миллионов рублей в принципе уже можно найти интересные варианты по муниципалке хорошей локации но вот так что есть варианты плюс тем более у нас очень много помещений будет еще выставлено на торги и будет еще на аренду с субарендой вот это тоже интересный способ заработка и людей стараемся которые на приватизацию идут мы людей стараемся переориентировать на аренду с субарендой с последующим выкупом потому что таким образом они могут не одно помещение сейчас как бы себе взять она несколько зайти на торги и как бы тут своя воронка победы получается там на пять зашли одно допустим выиграли и это уже уже плюс одном по хорошей цене вот получили там оценку через два года по нему уменьшили стоимость оценки через суд подали на выкуп выкупили еще и в рассрочку получили что так ну что у нас аукцион тем не менее начал затормаживаться ничего себе ты сказал уменьшили стоимость стоимость оценки через суд а в судебном порядке там тоже мы делаем экспертизу оценку оценка там тоже под вопросом как она может пройти какую организацию выберем вот и будут ли ее оспаривать там как бы это тоже такое сомнительное оспорить ее через суд просто я щас очень много хожу по судам у нас идет сделка то есть как минимум у меня там свои вот и проблема состоится в том что ни одна организация она тебе может сказать все что угодно вот когда ты не приходишь и когда ты советуешься с этой организации а когда сюда приходит бумага там абсолютно другие цифры там абсолютно другие результаты которые могут тебя абсолютно никак не устраивать я с тобой согласен да мы общались с этими людьми в принципе они как бы берут только лишь за свой за свою эффективность то есть они уменьшают допустим там на 20 процентов и берут 10 процентов от дельты уменьшения стоимости оценки то есть ну понимаешь да за результат они зарабатывают если у них не будет результата то соответственно они бесплатно отработают у нас сейчас тоже такое идет интересное судебные разбирательства мы не так давно выкупили земельный участок сельхоз назначения мы еще в июне или в июле выкупили вот и проблема встала в том что у нас нашелся арендатор на соседнем участке вот а его как бы там не было потому что мы все это пробивали поросреестр и смотрели кто является арендаторами было ли там преимущественно право выкупа и так далее и тому подобное вот в итоге получается что у нас заявился арендатор и он пытается оспорить наш договор но пока пока судебное разбирательство еще идет но я все-таки думаю что он будет в нашу пользу почему потому что у него были пропущены месячные сроки по оспариванию сделки плюс сделку не оспаривает а просит перезаключить договор с ним хотя у нас уже как бы все в росреестре это прошло сделка и третий момент у него получается не значит говорила нет в росреестре договор не зарегистрирован то есть обычно там печатный договор даже не нотариально заверенный подписанный а сама собственница участка не арендатор а собственница она как бы ну нам дала официальный отказ что ей он не нужен этот участок вот но там как в законе по 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 этому поводу очень такая большая дырка пробел вот но я думаю что будет на нашей стороне потому что договор не зарегистрирован в росреестре соответственно налоги не отчисляются сделали мы в судебном порядке запрос в налоговую вот о том что если занимаются ли они сельхозпродукции делают ли они налоговое отчисление и сейчас еще я думаю надо съездить до этого земельного участка ну находится в 30 километрах от города съездить для него и принципе посмотреть он оккультуривается или нет если он не оккультуривается то в течение года он там начинает зарастать вот у нас леса же в основном у нас начинают деревьями все это очень быстро обрастать пока снега немного вот но в любом случае я думаю что судебная практика будет на нашей стороне я думаю что сделаю потом обзор по этой судебной практике до интересный кейс но у нас в принципе каждый лот уникальный не непонятно что куда пойдет как как цена повернется и принципе что там может вылезти хоть мы пытаемся на сто процентов все это проверять но тем не менее бывают и вот такие моменты это у тебя помнить спалки до была земля они там земля была выкуплена с банкротных торгов по муниципалке такого обычно нету ну то есть если там выставляется что-то там бывают редкие случаи когда организатор торгов совсем там дуб дубом она обычно как бы там нету проблем 32 очень активно активничает то есть прям скорее всего он сейчас заберет этот объект 22 смотри уже начал сливаться за ставки прям медленно делаются но 4 ляма за такой объект прям дорого то что в городе в томске например у нас можно было три объекта выкупить таких и заработать там порядка ну там миллион тире 2 ну в общем да как то так это так 4 миллиона 0 3 у нас июль три минутки осталось я думаю что давай переподключимся они могут это все еще растянуть давай 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 я на связи я тогда обрубаю и скидываю новые ссылочки